Здравствуйте в информационной студии Полина Мазур и коротко о событиях города и края. 7 апреля Православная Церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник основан в память о том, как Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя Мира – Иисуса Христа. В календаре это событие стоит ровно на 9 месяцев раньше от даты празднования Рождества Христова. Название праздника Благовещения передает главный смысл связанного с ним события – возвещения Девы Марии благой вести о зачатии и о рождении Бога-младенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день. 7 апреля празднуется Великий 12 праздник Благовещения Божией Матери. Многие слышали о нем, но мало кто знает его историю, мало кто понимает смысл этого праздника, потому что для православных людей Благовещение – это особенный праздник. Это праздник начала спасения рода человеческого от рабства к греху, потому что с этого началось именно дело спасения. Когда Архангел Гавриил явился Божией Матери и сказал ей такие слова, что радуйся, благодатная, Господь с тобой, обращаясь к греху, говорил такими словами, что и сказал ей о том, что она зачнет в очреве и родит сына и нарекут имя Ему Иисус. На что Божия Матерь, конечно же, она негодовала, потому что не могла понять, как это так может быть, если она не замужем, то она мужчины не знала, как это и произойдет. На что Архангел Гавриил ее успокоил и сказал ей, что она бессеменно бы зачнет, что и родит сына. И привел пример того, что Елизавета, сестра, которая родит Яна Предтеча уже на шестом месяце, была, что она тоже не могла родить и чудным образом она тоже зачала. И скоро родит Предтеча Господня Яна. Для каждого христианина этот день является началом освобождения человечества от власти греха и связанной с ним неизбежной смерти. Это один из наиболее важных праздников в православии, стоящий в одном ряду с Пасхой, Рождеством и Преображением. Божья Матерь показала, с одной стороны, и смирение, но с другой стороны, она же не только усомнилась, она обратилась к Архангелу Гавриилу и сказала, что как же это будет, то есть не могла поверить, что такое вообще случилось. И он ей ответил, что действительно, что для Бога все возможно. Ведь на самом деле, что вот именно бездетность, это для иудейского народа, для всех людей, это большое наказание Божие. Либо за какой-то грех, либо еще за что-то, либо Господь для чего-то держит, ну для особенного какого-то человека, это утроба. Поэтому мы должны понимать, что все, что Господь делает, делается только во благо. Так и здесь, Божья Матерь является для нас именно началом спасения с Архистигом Гавриилом. То есть они вот первые, кто возникал, с Архистигом Гавриилом первый, за большое количество времени, после, от Евы до самой Богородицы, первое благословение на женщину было, то есть послано от Бога. Почему? Потому что Ева после грехопадения была проклята, да, что была изгнана из рая, и были закрыты двери, все, не только Еву, но с Адамом, но вот именно, обращаясь по женщине смотреть, то тут первое было благословение именно к женщине. То есть благословенно ты в женах, и благословен плод чрева твоего. То есть есть даже Богородица, такая вот молитва Божией Матери, короткая, Богородица, Дева, радуйся, где раскрывается именно момент Благовещения, Богородица, Дева, радуйся, благодатная, Мария, Господь с тобой, благословенно ты в женах, и благословенно плод чрева твоего, яко спас, родила и все души наши. То есть это вот молитва, которая посвящена именно Благовещению, именно вот этому моменту радости. Если Благовещение выпало на пост, то его правила немного ослабляются, и в этот день можно есть рыбу. А если на период Страстной Седмицы, то пост соблюдается так же строго, как и прежде. На протяжении всего Великого Поста в храме святых мучеников Бориса и Глеба практически ежедневно проходят различные службы. Иже в шестый день, же и час, на кресте прежде вожди в райзерзновенный Адамов грех, и в совершении наших рукописаний разди в кресте Божий и спаси нас. Праздник Благовещения празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Его все встречают с радостью, ликует и природа. В народе считалось, как проведешь Благовещение, так и весь год пройдет. В древности этот день считался началом весны, временем пробуждения солнца, источника тепла, жизни и света. Праздница весной, как такое физическое воскресение природы и всего остального, так и духовная радость, это Благовещение, конечно же, для нас. Это такая духовная весна, когда человечество получает возможность борьбы со грехом, победы над дьяволом. Считается, что на Благовещение нужно отложить все дела. Именно в этот день любая работа считается грехом. Отсюда пошло по вере. В этот день даже птичка гнездышко не вьет, а дева косу не плетет. Следует ограничиться и от любых манипуляций с волосами и похода к парикмахеру. В этот праздник, как бы, однородно есть такой поговорка на Благовещение, что птица гнезда не вьет, а дева косы не плетет. То есть настолько прочитался этот праздник всегда, что люди откладывали все свои дела и посвящали этот день цену на Богу с праздником. В этот праздник по традиции особое внимание уделяется молитве, своего рода беседе с Богом. Через молитву можно почувствовать Божье присутствие, погрузиться в атмосферу доброты, разума и благодати. И заго из них, а в себе уже сакуйся и девлякуйся, и разумевший Бог в небе, в небе сердце их окаменено, и пришедший придушек в землю генесаретскую и присташем. Следующим церковным праздником, который имеет большое значение для всех верующих – Страстная Седмица, или, как ее называют еще по-другому, Четыридесятница. Церковь призывает нас в эту неделю оставить всю суетное и мирское и последовать за Спасителем. Богослужения Страстной Седмицы отличаются целым рядом глубоко знаменательных служб. 1 мая все православные христиане отметят один из главных православных праздников – День Святого Воскресения Иисуса Христа – Пасхи.